При помощи формулы обращения Мебберса вывести формулу включения-исключения. Есть пересечение всех трех, да? Как это связано с фунтилем Мебберса? Рассказываю. Есть формула обращения Мебберса, это значит, что есть какая-то F и какая-то G. Замечательно. Где на этой картинке вы найдете F, а где на этой картинке найдете G? Энергетики. Поняли? Что такое F? Это сумма чего-то. Кстати, у нас для формулы включения-исключений, что нас на самом деле интересует? Количество элементов в множестве, так? Значит, по идее, у нас здесь вот есть множество А, у него столько-то элементов. Множество B, сколько-то элементов. Множество C, сколько-то элементов. А здесь пересечения. Обычно в пересечении элементов меньше, чем в самом множестве, так? А как же это так? Мы же здесь должны суммировать. В общем, ребят, если вы немножко подумаете, то обнаружите, что картину надо просто по-другому рисовать. Надо А, В, С, Н, и в таком случае замечательным образом мгновенно все получится. Смотрите. В самом верху будет объединение множеств А, В, С. Вы под этим множеством А, В, С. Догадайтесь, что будет здесь? Что будет здесь? Что будет здесь? В, С, конечно. А здесь будет что? А, в пересечении С, С. А здесь что будет? А вот теперь, что такое функция G? У нас в каждой точке должна быть определена какая-то величина G. И у нас в каждой точке должна быть определена величина F. И правило должно быть такое. F, например, вот в этой точке, это есть сумма вот этих. F вот в этой точке, это тоже должна быть сумма G в этих точках. Догадайтесь, что такое G и что такое F. И тогда мы получим замечательную вещь. Мы сумеем, применив формулы обращения Эберса, мы сумеем получить формулы включения-излучения. Как следствие, формулы обращения Эберса. И это будет здорово. Ну, у меня есть предположение, что G, что один, если мы уже взяли один раз... Нет, никаких один нет. Никаких один нет. G, это будет количество каких-то элементов. G от вот этой точки, это будет количество элементов. А G вот от этого, это будет количество элементов этого множества, не входящих сюда. И G от этого. Количество элементов этого множества, не входящих сюда. И G от этого. А G от С что такое? Это те элементы, которые входят в цель, но ни сюда, ни сюда не входят. Понятно? И в любой точке будет так. Вот, чего равно же от этого? Подумайте. Это те точки из объединения, которые сюда, сюда и сюда не входят. Чего равно же от него? Нулю, конечно. Поняли, да? Замечательно. А здесь не только. Здесь, вот, как говорят, G от объединения, это у нас просто-напросто ноль. Чему равно G в точке, вот в этой точке? Очень просто. Это количество элементов множества, которые не вошли ни в А, ни в В. Поняли? В которых покрыты одни словами. Что такое G от А в пересечении? З. Понятно, что такое? Это те, которые не входят сюда. Это, на самом деле, количество элементов пересечения, которые не вошли в В. Так, ну и последнее. Что такое G от пересечения всех трех? Ну, это просто. Это просто-напросто количество элементов. Поняли? А теперь вопрос. А чему равно F? F это сумма блаженших. Это сумма блаженших, да. А можно ли это проще сказать? Ну, проще, чем раз. Еще раз, смотрите. Что такое F от B? Это те, которые не вошли ни сюда, ни сюда, плюс те, которые вот здесь есть, но сюда не вошли, плюс те, которые здесь есть, но сюда не вошли, плюс те, которые сюда вошли. Как это понятнее сказать? f это что? G каждый раз считает новые элементы. Вот мы начали с пересечения, идем вверх, и оно постепенно обрастает, обрастает, обрастает. Так что такое f? Вот, например, что такое f от самой верхней точки? Подумайте. Да. f это сумма по всем меньшим точкам решетки. Здесь, конечно, никаких делителей нет. Вы помните, там у нас, когда делители, это было множество, где считалось, что число больше другого, если оно делится. Давайте вспоминать. У нас была решетка. Все хорошо. У нас была решетка. что такое G. G от любой точки, это что? Это количество элементов, которые в ней есть, а внизу нет. Услышали? Мы это записали. Вот сейчас надо понять, что такое f. по определению. f в любой точке, это что такое? Это сумма всех G в этой точке и в тех, которые ниже. Ну-ка, куда можно пройти по вот этим отрезкам и весь вниз. Так? Так. Так что такое f? Вы смотрите на каждое множество. G там, это элементы, которые ниже отсутствуют. И проходите сверху вниз и складываете. Так что это будет такое? сумма всех G. Да. Как это по-человечески сказать? сумма всех делителей. Нет, делитель ни при чем. Делитель это было на той решетке. Сейчас у нас не делитель. Не же ли не можете догадаться? Сумма всех элементов, входящих в G. Что? Сумма всех элементов, входящих в G. Количество. Ну да. Только громче и четче. Ну, количество всех элементов, входящих в G. Не в G. Нужно все. f от объединения. Это количество. Количество элементов. Понимаете почему? Потому что, смотрите, G это 0. Потому что элементы есть или там, или там, или там. Но здесь G это те элементы, которые ни там, ни там отсутствуют. Да? Здесь G, те, которые вот там отсутствуют, которые есть только в B. в G. Каждый элемент, вот когда идешь сверху вниз, он в какой-то, в какой-то момент, он перестает присутствовать. Ну, или до конца есть. Но если он до конца есть, то тогда мы подсчитываем его здесь. f от любой точки, это просто количество элементов в соответствующей множестве. Так? Отлично. А теперь смотрите, какая прелесть. У нас же есть формула вращения вируса. Понимаете? А это означает, что мы умеем G выражать через F и наоборот, F через G. Понимаете? Ну, F через G, я что-то сейчас сказал, это сумма. Да? Вот. Но мы умеем и G выражать через F. Так давайте выразим. Давайте вот эту величину выразим через все F. Так, G это что? Это 0. Замечательно. Надо писать формулу обращения вируса. Вместо G пишем 0. Замечательно. 0 равен. Так, теперь вопрос. А чему он равен? А надо взять F вот от этих. Правильно? Вспоминаете формулы обращения вируса? Значит, надо взять F от этого. Это будет просто количество элементов объединения A, B и C. Потом вычесть F от вот этих. Потом что сделать? Прибавить вот это. И потом вычесть что? Пересечение. Это и есть форму обращения вируса. Да. Так я только что объяснил, что она является в точности формулой обращения вируса. Че, поняли? Да. Единственный вопрос. А почему, извините, коэффициенты здесь такие? То есть мы знаем, что G как-то выражается через F. Но почему именно так? Ответ. А потому что когда у вас есть вот такая решетка, вообще-то на самом деле она же фактически не отличается от решетки делителей. Вот представьте себе, что у у вас здесь написано число 1, здесь написано 2, 3, 5, здесь написано 6. Понимаете, да? У вас фактически получается решетка делителей. А для решетки делителей функцию любвище мы знаем. А поскольку геометрически она такая же, вот эта вот, ну значит и формула будет такая же. Более-менее понятно? Да. Более-менее понятно.